Вот это, кстати, серия, слышали? Ты не видел? Мы же не японцы, нам не сакрус созерцать надо, а как яблони цветут. У меня олицетворяются наши старые яблони со старыми оливковыми деревьями. В оливковых деревьях, когда ты в рощу заходишь, действительно, где-нибудь там, в Греции, в Италии, то есть прям чувствуешь, от деревьев идет мудрость такая, история мудрость какая-то. Так же от наших яблоней. Начиналось это 11 лет назад. Я снял первые кадры. И когда он начинался, я даже не думал, что у него будет такой резонанс. И резонанс не только на моей родине, а вообще по всему миру. Я как-то ночью встал и записал следующую фразу, что если мудрецы смогут доказать грядущему поколению, что созданные им являются ценностью, то ценность обретет бессмертие. Вот, и я решил эту фразу как-то развернуть. Ну и как-то, значит, зашел балет, и я увидел, что действительно балерина – это то, что мне надо как раз. Вот эти порхающие бабочки, на самом деле, это такие хрупкие девчонки, как многим кажется. На самом деле, это девчонки с таким железным характером, которые прошли неимоверную, так сказать, подготовку, чтобы стать балериной. Я сделал следующее, я просто взял, вырвал из театра балерин, и решил показать, насколько они сами по себе уже совершенны. Ну, снимая все это, то есть я, конечно, сам был поражен, что насколько неожиданно смотрится балет в городе. В отрыве от театра, в отрыве от всего. Это просто было настолько неожиданно, то есть настолько красиво. У меня взялась идея делать проект новый, который будет называться «Балет и город». Я начал снимать, естественно, продолжать, ну, как бы, новый проект стал наращивать обороты. То есть и самый, конечно, такой вот прям значительный момент, это когда я приехал на какой-то прием в посольство в Белоруссии, подавил фотографию послу в Белоруссии свою, палетную. И он говорит, а что это такое? Ну, я начал рассказывать, он говорит, слушай, давай, говорит, у нас-то сделаем. Вот этот проект «Балет и город» вызывает какой-то очень сильный позитив у людей. Потому что реакция была какая-то фантастическая. Когда я взял балерины, когда мы появлялись в городе Минск, первая съемка была на переходе, это когда девушки ходили через переход главного проспекта. Реакция была, конечно, просто какая-то, во-первых, максимально позитивная, а во-вторых, какая-то такая массовая. Люди, когда загорался зеленый свет, они хотели ехать, они смотрели на нас, фотографировали. Каждый как-то выражал свои эмоции, но опять же, позитивные эмоции. Какие-то люди выбегали из машин, хотели с нами сфотографироваться. Можно ли или нет? Ну, такая вот, знаете, такая большая, такая глобальная, такая позитивная реакция. И в бизнесе, в бизнесе, я оказался в Бельгии, где проживаю здесь долго. И я решил сделать такой, как бы, фестиваль «Балеты и город». Потому что я собрал российских балерин, фламандских балерин и белорусских балерин. И вышел с ними, то есть, в известный город Брюк. Там тоже была такая реакция. А потом я поехал уже дальше, значит, после Бельгии, поехал в Таджикистан. Сейчас закончилась история у меня астраханская, то есть я снимал Астрахань отдельно, да, история. Ну, астрахань – это вообще какая-то сказочная стона, когда люди вдруг европейские увидели на фотографиях балерин среди лотосов. Это для них было вообще просто какой-то нонсенс. То есть они говорят, что, говорят, у вас в России лотос? Я говорю, да, в России есть лотос. Когда они видели этих же балерин с верблюдами, они говорят, что, говорят, в России есть верблюд? Я говорю, да, в Астрахани у нас самый высокий, одногорбый верблюд. Девчонки выстрелись, красиво встали все-таки в балет, вокруг верблюда. Вот здесь на фоне вот там стада должно было быть, я вот отсюда снимал как раз. И вдруг, значит, одна балерина решила, значит, потрогать это верблюдо за шерсть. Она закрывает глаза, то есть так трогает его. И как завизжит с перепугой, значит, стадо, естественно, то есть рвануло в одну сторону. Я говорю, все, снимать больше не будем, потому что вот эта фотография, то, что как раз нам надо. Мы решили сделать такой проект, который покажет красоту нашей архитектурной истории, да, то есть что наше, как бы, прошлое опять здесь пересекается, взаимодействие прошлого и будущего, да. Молодые, опять же, балерины, то есть и исторические здания Москвы. Получилась очень классная, замечательная серия. Она снималась где-то полгода, действительно, у нее много времени ушло, потому что под каждое здание разрабатывался свой сценарий, потому что у каждого здания своя какая-то харизма, своя архитектура, своя история, своя эпоха. В каждом посольстве был новый балет, то есть благодарю Самарский балет, благодарю Мордовский балет, благодарю Чуварский балет, благодарю Питерский балет, благодарю Большой балет, Балет Москва, благодарю русский балет, классический русский балет. И самое интересное, что везде, представляете, люди с такой радостью встречали, всем это нравилось, то есть вот та история, опять же, которую я создаю. То есть, опять же, я увидел, что действительно проект несет, содержит в себе какой-то такой позитивный заряд. Ну, сейчас, видите, он продолжает жить своей жизнью, то есть уже на сегодняшний день его посмотрело, я думаю, что около, ну, 22 тысячи, то есть последняя выставка 22 тысячи людей было, ну, так приблизительно, где-то, ну, около миллиона людей, я думаю, что его увидели. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!